начните сохранить деньги независимо от того каком положении вы находитесь деньги не остаются у меня в руках все что я зарабатываю все уходит от меня все то что зарабатывать тряю их вот с этими столкнулся неправильно или вы ошибочно инвестировали куда-то где эти деньги не возвращались к вам это же большая проблема правильно когда один раз так произошло два раз так пришло десятка раз так произошло я сильно задумался почему так происходит что-то надо изменить в чем была моя ошибка почему много раз потерял деньги она была связана с том что я инвестировал деньги в те проектах и день не понимал во первых где у меня знания не хватало они становятся для вас абуза они становятся для вас головной боли и так далее а сейчас она сама в турме сидит от того что куча долгах и так далее так далее и я потерял деньги получается понимаете здрасте дорогие друзья дорогие наши зрители дорогие наши ученики слушатели поприветствовать с австралия город адилаида я сегодня пришел погулять по парку и я видел такое прекрасное место и меня захотелось именно здесь перед вам запись посмотреть какая красивых и природа здесь здесь очень красиво и решил вам одну рубрику совете давлатова снимать здесь потому что он я очень любитель природа мне очень нравится в природе видите здесь так красиво так уютно очень очень вообще смотрите какая красота тут хочу рассказать вам все а уроки как жизненные уроки которые я получил касательно денег именно касательно инвестиции хочу вам сказать как лучше инвестировать и как безопасно инвестировать как оберегать свой капитал и так далее жизненные уроки которые я получил занимаясь бизнесом за это время первое что хотели поделиться с вами чтобы не было каком бы положении вы не жили какой бы у вас не был уровень дохода научитесь создать капитал а как начните сохранить деньги независимо от того каком положении вы находитесь потому что сохраняя деньги у вас шанса будет больше добиться успеха по сравнению если вы не сохраняйте деньги живите по своим средствам не покупайте то то что дальний момент вам не по карману не надо брать потребительские кредиты и так далее не надо брать долги чтобы просто покупать машине или покупать там дорогие ипотечные квартиры и так далее а потом всю жизнь работа на них потому что это морально давит нас на вас и приведет к большим потерям живите посредством своей собственного дохода своего капитала но научитесь независимо от вашей положении ходу вас в долги и ходу вас маленький доход или большой создать капитал первый совет который сейчас хотел бы сказать именно создайте капитал независимо от того что происходит это урок жизненный урок который я получал для себя что обязательном порядке надо создать капитал если вам тяжело сейчас создать капитале если вам трудно сейчас создать капитал я как делал свое время я зарабатывал и потратил деньги зарабатывал и потратил деньги я зарабатывал и начали приобрести всякие разные имущества где-то там драгоценности где-то там украшение где-то там одежды где-то там техники и так далее а потом заметили что деньги не остаются у меня в руках все что я зарабатываю все уходит от меня все то что зарабатывать три аю их вот с этими столкнулся и потом я заметил что я зарабатываю кто-то долг просит ему отдаю где-то родственники просит им отдаю где-то друзья просит им отдаю проходит год и моё финансовое положение не меняется понимаете это было 97 96 годах восьми годах я до сих пор это помню поэтому потом я пришел к такому выводу что мне помогло я понял что деньги если у тебя нету какой-то конкретной цель они не остаются у тебя я тогда начали делать такой называл себе это клуб 10 тысяч то есть что значит 10 тысяч я просто тупо накопил 10 тысяч потом думал чем заняться что делать те годах 10 тысяч это было хорошие деньги двухтысячных годах так далее можно было квартиру купить можно было там магазинчик открыть бизнес открыли так далее двухтысячных годах это была очень хорошая сумма денег потом когда начали накопить 10 тысяч я понял что оказывается я могу на Капидо 50000 то есть я создал клуб на 50 потом клуб на 100 и это мне хорошо помогло то с самом начале самое трудное выры деяние что это накопить 10 тысяч долларов создать капиталь на 10000 долларов это оказалось сами тяжелее потому что из маленького дохода это очень трудно собрали очень трудно сохранить и так далее а когда дохода у вас по чуть-чуть растет конечно намного просто то есть я сначала создал клуб на 10000 это помогло мне подсознательно иметь какой-то конкретный цель зачем я сохраняю и создаю капитал а потом я создал клуб на 50000 потом на 100000 когда научился клуб 100 сделать я сам придумал это механизм и оно помогло мне что это означает смотрите клуб 100000 это означает что накапливаете 100 накапливали 100000 и инвестировал инвестировал в разные проектах инвестировать в недвижимости покупал доля какие-то разные бизнесах которые потом помогли мне какой-то денежный поток и миди так далее то самое главное философия надо понимать и самый главный урок надо понимать здесь что было пока я не начал так дело для не мог сохранить деньги вот как я начал так дело то есть как я начал озадачить свой мозг это помогло мне сохранить капитале и так далее передо мной по и начали появляться шансы возможности 2 2 важный урок который я понял от жизни касательно денег это на обязательно надо создать денежный поток без денежный поток а сколько бы вы не заработали все равно это бесполезно были времена когда я хорошо зарабатывал были времена когда мало зарабатывал у вас тоже сами было у вас же были времена когда вы очень хорошо зарабатывали правда а где эти деньги их уже нету. Потому что вы не могли сохранить и не могли превращать в денежный поток. Когда один раз так произошло, два раз так произошло, десятка раз так произошло, я сильно задумался, почему так происходит. Что-то надо изменить. И я начал, вот каждый раз, когда накопил клуб, я начал инвестировать их в разных проектах. Где-то на денежный поток, где-то, то есть доля какой-то проекта я покупал, где-то я инвестировал на недвижимость, сдавал его в аренду, в пассивный доход построили и так далее. То есть самая важная вещь в втором уроке в том, что построите денежный поток, что независимо от того, в будущем, вы будете работать или нет, чтобы этот денежный поток был у вас. Что независимо от того, вы отдыхаете, спите, гуляете, заболели или вы постарели, независимо от того, чтобы не происходит, чтобы был денежный поток. Я это понял, когда мне уже 25-26, вот в таких годах, когда мне столько запомнилось, это в 2002-2003 годах и так далее, я прекрасно понял, что безденежный поток в будущем нет, потому что очень тяжело. Много моей мечты стали тяжело достижимы и так далее, трудно было их достигать без денежного потока. Но стоило, чтобы я научился построить денежный поток, правда, дело пошло намного легче. Ну, сами представьте на минуту, что у вас есть каждый месяц денежный поток хотя бы на 5000 долларов, независимо от вашего положения, ситуации в вашей жизни. Ну, представьте такую картину, что если вы 1000 долларов возьмете, покупаете что-то или путешествуете на 2000, либо покупаете вещи, одежду и так далее, все равно это не исчезнет в вашей капитале и так далее. Это очень сильно поможет вам, очень хорошо поможет вам. Поэтому философия денежного потока в том, что хоть ты сколько бы ни брал, или даже самое интересное, если вы нечаянно какую-то ошибку совершали, например, у меня было много ошибок, я инвестировал куда-то, откуда-то, где мои деньги не возвращались. Я вкладывал деньги в те проекты, которые не понимал. Бывали такие ошибки, я в следующих уроках расскажу вам. Представьте на минуту, что вы где-то 10 тысяч долларов инвестировали, а эта программа оказалась как-то неправильно, или вы ошибочно инвестировали куда-то. Где эти деньги не возвращались к вам? Это же большая проблема, правильно? Потому что, а вы эти 10 тысяч долларов, может быть, накопили 2 года, 3 года. Понимаете, да? Когда нету денежный поток, когда у человека нету денежный поток, он работает на зарплату 500 долларов или 1000 долларов, и по чуть-чуть накопит это 10 тысяч долларов, а вдруг куда-то инвестировал, и эта инвестиция оказалась ошибочной, это большая потеря на самом деле. Потом опять 2-3 года придется накопить. Но если у вас есть денежный поток на 10 тысяч долларов или на 5 тысяч долларов, пусть будут даже на 2 тысяч долларов, это же все равно хорошо, чем без него. Поэтому, если вдруг потеряете где-то свои инвестиции, ничего не страшно. У меня были такие случаи, я много раз потерял свои инвестиции. Третий урок. Третий урок, который очень-очень важный по управлению денег, я понял, это вложить надо деньги только туда, где у тебя достаточно знания есть, достаточно понимания есть, достаточно навыков и умений есть, и достаточно ты вложил время. И самое важное, в будущем тоже можешь найти время, чтобы это контролировать. В чем была моя ошибка, почему я много раз потерял деньги, она была связана с тем, что я инвестировал деньги в те проекты, где я не понимал, во-первых, где у меня знаний не хватало, во-вторых, я вкладывал деньги туда, где у меня не было самому собственное время их контролировать. У меня не было время их проверить, ходить, контролировать и так далее. А то, что отчеты, которые они мне написали, я поверил, просто смотрел и так далее. Получилось так, что они, когда давали мне отчеты, отчеты же можно что угодно нарисовать, правильно? Поэтому я посмотрел на этих отчетах уже после того, когда уже денег не было, уже было потрачено. Где-то эти партнеры мои однознанные потеряли эти деньги, где-то, можно сказать, хитросты и так далее. В общем, факт, что я потерял деньги очень много. Я потерял деньги в детском клинике, я открывал в Караганде детскую клинику, партнером стали, потерял деньги. В Алма-Ате гостиницы мне ремонтировали, то есть постарались запустить и так далее. Я там потерял деньги. Все химчистки попытались построить, я там потерял деньги. Самое интересное, что я сразу не делал вывод, я продолжал просто зарабатывать, вкладывать, зарабатывать, вкладывать, зарабатывать, вкладывать. И надеялся, что вот-вот сейчас у меня денежный поток пойдет и будет нормально. Была ошибка в том, что я время не находил их контролировать. Поэтому третий важный урок, который я получил от жизни по управлению денег, это что? Инвестируйте деньги туда, куда вы уже имеете навыки и умения, где вы можете в дальнейшем тоже вложить время, чтобы у вас хватало времени, чтобы это все контролировать и так далее. Следующий важный урок, который я понял, четвертый, никогда не инвестируйте, пожалуйста, пока вы не делаете глубокий анализ. Если вы сами не профессиональный специалист, не делайте этого, пожалуйста. Долго ошибаясь, почти очень много раз ошибаясь, потом я понял, что в дальнейшем, чтобы исправить эту ошибку, я что делал? Теперь как я делаю? Это очень мне хорошо помогает. Я обязательно запускаю юридический аудит, финансовый аудит. После того, когда все аудиторы мне заключение привозят, потому что у меня нет времени, я лучше чуть-чуть оплачу, оплачу там 500 долларов, 1000 долларов кому-то, кто понимает эту работу, лучше меня, кто понимает. Он пойдет и все проверяет, может быть неделю, может быть три дня, может быть пять дней, зато привезет мне полное заключение изнутри, все к чему. И исходя из этого, теперь я начну инвестировать. Значит, четвертый шаг, инвестируйте только после того, когда у вас есть юридическое заключение, юридический аудит и есть финансовый аудит, чтобы четко понимали вообще, стоит ли туда вложить деньги или нет. Это намного дешевле вам обойдется. Следующий урок, который, дорогие мои, я получил, это четвертый, скажем, я делал анализы, я понял, что, оказывается, почему я много делал ошибки по управлению денег, по инвестициям. Это было связано с тем, что я проверил, оказывается, где я принимал решение единолично, очень много ошибки. А где я принимал решение, можно сказать, коллективное решение, или с командой обсуждал, или с моим наставником обсуждал, с кем-то нибудь из них, или с моими советниками, там всегда ошибки меньше. Поэтому, дорогие мои, если вы инвестируете более 10 тысяч долларов, пожалуйста, с кем-то посоветуйтесь, так дешевле обойдется вам. Хотя бы спрашивайте свои друзей или кто-кто в этом хотя бы чуть-чуть разбирается. Но советуйтесь только с теми, кто понимает эти дела, кто в этих областях профессионал, но никогда не советуйтесь тем, кто не понимает этих вещей. Потому что это не поможет вам, это наоборот, они наоборот вас будут негативно настраивать, наоборот, убивают вашу мечту и ваши желания. Следующий важный урок, который я понял, это надо делать бизнес только с теми, кто учится. Не делайте бизнес теми, кто не учится. Если вы делаете бизнес теми, кто не развивается, все равно в будущем вам придется расставаться. У меня были партнеры, которые работал, работал, вложил деньги, помогали им, таскали их, таскали их. Я, честное слово, устал, в конце концов. Я просто, наступил момент, когда устал от них, потом просто ставил в сторону и перестал на них внимание обратить и так далее. Потому что они не растут, они становятся для вас абуза, они становятся для вас головной боль и так далее. Поэтому лучше работайте, делайте бизнес теми людьми, которые расстают, развиваются. Если вы слушаете мое видео, значит вы человек, который ищет, вы человек, который развивается. Вы человек, который стремится к развитию. Понимаете? Если вы сейчас меня слышите, значит вы такой человек. Поэтому идите так, таким способом. Работайте, станьте партнером с теми людьми, кто развивается, кто учится. С такими людьми легче работать, потому что у них сознание гибкое. А если человек не развивается, он постоянно будет вас обвинять, постоянно будет недовольным и постоянно будут претензии к вам. Чего я понял в бизнесе, как хороший урок, который я получал. Не делайте бизнес с теми людьми, у кого есть много долги, кредитов и так далее. Потому что люди, которые имеют долги, кредиты, у них сознание ограничено. И самое важное, их проблема станет вашими проблемами. Они заражают вас мышлением должника, во-первых. Во-вторых, эти люди могут вам в нужный момент подводить вас. Просто они из бизнеса могут эти деньги взять, куда-то потратить, и вы ничего не поделитесь этим. Ничего не можете поделать с этим. У меня были такие случаи, что я вкладывал деньги с одним... Одна девушка пришла ко мне в несколько раз в мой тренинг, приглашали меня, быть с ним партнером. Я вложил в ней около полмиллиона долларов, и до сих пор... А сейчас она сама в турме сидит от того, что куча в долгах и так далее, и так далее. И я потерял деньги, получается. Понимаете? Много таких случаев в моей жизни были. Это урожизненный урок, который я понял. Не вложите деньги от чувства жалости. Не вложите деньги от чувства уважения, что это хороший человек и так далее. Вы всегда должны минимизировать свои риски. Максимально минимизировать свои риски. Да, чувство дружбы и так далее, родственные отношения и человечность, это важно, это хорошо. Но почему вы должны платить за чужие ошибки? Поэтому на моих уроках делайте вывод. На это вот видеосовете, который вы сейчас смотрите, на самом деле, может быть, для вас это звучит как слова. Это все то, что я сейчас рассказываю. Для вас, может быть, это звучит как слова, но эти советы обошлись мне несколько миллионов долларов. На самом деле это так. Они обошлись мне несколько миллионов долларов. Но сначала, пока не было у меня опыта, и очень много потерял. Но продолжая, 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 постепенно накопил опыт. Но это очень дорогой опыт обошлось. Поэтому эти выводы сейчас вложил в это видео, чтобы, возможно, кому-то они поможут. Потом они мне помогли, соответственно, мое состояние, которое сегодня я владею, постепенно строят, постепенно эти компании построят. Мой совет к вам, никогда не давайте никому в долг. Это тоже от своего личного опыта я это понял. Потому что я давал деньги в долг людям, самое интересное, от того, чтобы просто им помогать. Когда у меня очень развито чувство, вот это желание помочь другим людям, это хорошее чувство. Но оно не должно пойти на минус вас, оно не должно стать для вас проблема. У меня были такие случаи даже, что я свои деньги отдавал другим людям, а потом сам ходил под проценты, брал деньги, чтобы свои проблемы решать, свои дела решать. Просто очень друзья, очень близко знакомые и так далее, ученики были у меня. Чтобы им помогать, я давал им деньги, вкладывал в них деньги и так далее. Дали им, даже просто в долг отдавали и так далее. А потом, когда мне самому нужно было, может быть, через два дня, через три дня, я сам ходил по процентам, брал, чтобы решать свои проблемы и так далее. Но, в конце концов, все равно, когда мне нужно стало, я начал просить у них, верните деньги, они начали обижаться на меня. Я пришел к пониманию, что сейчас, когда люди просят у вас деньги, лучше не давайте, они все равно обидятся. Либо они вначале обижаются, либо в конце обижаются, когда вы просто вернут. Понимаете? Когда вы просто вернут, они все равно будут обижаться. Но только если в конце вы просто, потом вы просто вернут, они обижаются. Во-первых, они обижены на вас. Во-вторых, у вас денег нет. Понимаете? Потом, чтобы свои собственные деньги вернуть, вам придется снова им звонить, снова им звонить, снова им звонить, просить и так далее. Получается, что свои собственные деньги как будто повторно зарабатываешь. Это такая головоломка, это такая нервотропка, честно скажу вам. Это намного сложнее, чем новые деньги зарабатывать. Потому что новые деньги, когда вы зарабатываете, в этом есть больше вдохновения, больше настроя, больше энергетика, больше позитива, новые деньги, когда вы зарабатываете. А вот старые свои деньги вернут, это негативно отражается у вас, потому что вы звоните на них, вы расстраиваетесь, вы злитесь на них и так далее, и так далее. Поэтому лучше не давайте никому деньги и ни у кого не берите долг. Не берите долг, долги не поможут вам, долги наоборот толкают вас назад. Я заметил очень интересную вещь. Я часто своим ученикам советовал, что откладывайте деньги, по чуть-чуть накопите капитал, потом потихонечку свой капитал вложите, инвестируйте и потихонечку строите себе денежный поток, а потом потихонечку, в зависимости от своего собственного денежного потока, беритесь на такие проекты. То есть возьмитесь на такие проекты, которые вам по карману и потихонечку, постепенно увеличивать свой доход и увеличивать свое состояние и так далее. Знаете, за 21 год работы, в которой я сейчас как бизнес тренер работаю, я видел много разных людей. Я заметил очень интересную вещь. Есть люди, которые по чуть-чуть, по чуть-чуть начали накопить, откладывая деньги, постепенно, постепенно дошли до хорошего состояния. Это тоже мои ученики, которые перед моим глазом, они это делали. Но есть точно так же, я встретил других людей, которые мне сказали, наставник, это очень долго, пока я накоплю, актуальность этого проекта уходит, пока я накоплю, возможно, чего-то изменится, это все подорожает и так далее. Я лучше займу где-то нибудь и этот проект использую, а потом зарабатываю и верну эти деньги. Я сказал, хорошо, делайте. Знаете, самая интересная вещь. Некоторые из них мне сказали, я какие-то движения сделаю, что-то продам, либо где-то займу, где-то чего-то привлекаю и так далее. То есть, какие-то движения сделаю, и я это быстрее пойду. Итоги, что произошло? Теперь, вот спустя 21 год, мой опыт что показал? Больше половины тех ребят, которые где-то занимали или питались, какие-то движения делают, до сих пор находятся на том же уровне, где были 10 лет назад или 15 лет назад. И больше половины из них, наоборот, создавали себе дополнительные проблемы. В долгах попали, замучились и так далее. Потом им пришлось даже продавать то, что у них было раньше. Дома, которые от родителей, квартиры, которые от родителей осталось даже. И этого им пришлось продавать, понимаете? Они брались на проектах, которые им было не по силам и так далее. Это все увеличивало у них проблемы, обязательства и так далее. Потом я пришел к выводу, что те ребята, которые по чуть-чуть откладывали, накопили, построили денежный поток, большинство из них достигли цели. Большинство из них даже в состоянии имеется сейчас больше, чем я. Понимаете, у меня есть ученики, которые зарабатывают больше 30 миллионов, понимаете, в год. Больше 30 миллионов. У меня есть такие ученики. Я сейчас смотрю, анализирую, вижу это все. Эти ребята были намного внизу, когда я их начал обучать. Сейчас они даже обогоняли меня даже. Они очень далеко пошли и так далее. И самое интересное, они не брали долги и так далее. Теперь я пришел к выводу, что самый короткий путь – это накопить свой капитал, ходить в небольшую сумму и постепенно, последовательно развиваться. Потому что большее количество таких ребят добились успеха. А те, которые просто много занимали и так далее, и так далее, думали, что быстрее пойдут. Наоборот, они тормозили, наоборот, они потеряли много. Потому что иногда рынок не всегда одинаковый бывает. Иногда бывает рост, иногда бывает спад и так далее. Они очень много потеряли. Дорогие друзья, это было 8 уроков по инвестиции. Надеюсь, что они вам в чем-то помогут. Но помните, эти уроки, они мне обошлись в несколько миллионов долларов. Соблюдая их, возможно, они вам принесут точно так же много успехов. Дорогие мои, берите что-то полезное из этих советов, практикуйте. А что то, что вы читаете, вам не нужен, можете не брать. Но если берете из этих советов, принимайте их и практикуйте, могу уверенно сказать, что они как минимум 2-3-5 раз увеличат ваш доход. Желаю вам успехов. Ставьте лайк под нашу рубрику Советы Довлатова. Рекомендуйте своим друзьям, знакомым, у кого проблема в деньгах, у кого проблема с долгами, проблема в бизнесе. Пожалуйста, рекомендуйте им. Пусть это принесет им пользу. К вашим услугам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова